В 2004 году видны общественные деятели написали президенту Путину письмо с требованием прекратить уничтожение исторического центра. Среди инициаторов ныне уже покойные защитники московской старины Алексей Комич и Давид Саркисян. Коммерческая выгода и передел собственности не могут оправдать полномерное уничтожение собственной истории, культуры и национальной идентичности. Практикуемая сегодня в Москве строительная политика по своей сути является преступной, антисоциальной и антигосударственной, лишающей будущие поколения граждан России исторической памяти. Со временем написания письма прошло 6 лет. За эти годы было уничтожено еще несколько сотен исторических зданий. Всего за последние 20 лет более тысячи. Среди них уникальные памятники архитектуры и истории. Дом в Севолжских в Хамовниках. К моменту разборки древнейший деревянный дом Москвы. На стенах сохранились обои начала 18 века. В 1812 году наполеоновская типография полностью разобрана. Строится новодел из дачного кругляка. Шталмейстерский дом. Древняя палата перестроена в стиле классицизма для князя Степана Куракина. Мемориальный адрес Рокотова, Пушкина, доктора Гааза. Разобран до подвала в ходе реставрационных работ. Выстроен новодел. Палата полицейской канцелярии. В древней усадьбе на Щекинах впоследствии разместилась полицейская канцелярия, в которой работал гений сыска Аркадий Кошка. Дом снесен инвесторам без согласования. Кавалерийский двор хамовнических казарм. Часть комплекса казарм по технической ошибке, выпавшей из реестра памятников истории культуры. Большей частью снесен и выстроен заново. Кадашовская набережная. Здесь начался вандализм Лужковских лет. Один за другим снесены здания, стоявшие на государственной охране. Набережная состоит из новоделов и пустырей. Усадьба Римского-Корского. Дом фаворита Екатерины II Иван Николаевич Римского-Корского включал палаты XVIII века, разделенные дворами. Снесено все, кроме передней стены по Тверскому бульвару. Усадьба Алексеевых не получила охранного статуса ради реализации инвестиционного проекта. Снесена, несмотря на уличные протесты москвичей. Теплые ряды. Теплые торговые ряды – первые отапливаемые торговые помещения в Москве. Корпуса рядов сносились и заменялись новоделом в течение десятилетия. Последние корпуса снесены по инициативе компании Интека. Средние торговые ряды. Творение архитектора Романа Клейна расположено на Красной площади. Внутренние корпуса сняты с охраной решением правительства России. Снесены по инициативе управления делами президента ради строительства вип-отеля. Доходные дома Бахрушина. После обрушения конструкции в одном из домов снесены все четыре здания, построенные на рубеже XIX-XX веков купцами Бахрушинами. Изумительные здания превратят нашу Москву в город сказочной красоты. Сталинский генплан был беспощаден к историческому наследию и не скрывал этого. Лужковская власть называла сносы реконструкциями. Подлинники заменили подделки. Город стремительно превращается в псевдоисторический Диснейленд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Смена городской власти дает шанс спасти Москву. Исторический город жив, хоть и находится в тяжелом состоянии. Под угрозой гибели находятся более 250 памятников. Это то, что надо спасать в первую очередь. Пятый квартал Китай города. Внутренность квартала расчищена для нового строительства. Рядом с пустырем церковь Успения на Чижовском подворье. Доходный дом на Остоженке. Дом 1902 года постройки, расселенный перед инвестору для реконструкции нового строительства. Один из дворовых корпусов назначен к сносу. Детский мир. Творение выдающегося советского зодчего Алексея Душкина, известное всей стране. В предмет охраны памятника не входит ни интерьера, ни материал стен. Центральный торговый зал уничтожается. Дом Быкова. Одна из лучших построек Льва Кекушева, корифея московского модерна. В 2009 году дом пережил пожар, с тех пор заброшен, стоит без кровли. Инвестор пытается снять памятник с охраны ради нового строительства на участке. Палата князя Пожарского. Собственный дом спасителя Отечества. Выдающийся памятник архитектуры 17 века. Приватизирован, дважды перепродан, пустует второе десятилетие. Типография Лисицкого. Единственная постройка мастера советского авангарда Эль Лисицкого. Осенью 2008 года дом пережил пожар, пустует. По соседству строится жилой дом на средства Интека. Палаты Гурьевых. Дом 17-18 веков с интерьерами 19 века. В 2009 году сгорела советская надстройка. Спустя три дня правительство Москвы попыталось снять памятник с охраны. Пережил зиму без крыши и окон, готовится к новой зиме. Усадьба князей Шаховских. Памятник 18-19 веков. Парадный двор уничтожен ради строительства новой сцены театра Геликон-Опера. Полукруглого флигеля с башней уже не существует. Намечены новые сносы. Дом Наркомфина. Программная постройка русского авангарда. Проект архитектора Моисея Гинзбурга. Большая часть дома пустует. Началу реставрации препятствует неясность имущественного статуса и отсутствие внятной воли городских властей. Тверской виадук. Построен в начале 20 века архитектором Иваном Струковым. Принадлежит к лучшим произведениям московского модерна для расширения Ленинградского проспекта. Усадьба Разумовских. Построена Адамом Менеласом по проекту Николая Львова. Центральная часть дома, пустующая 30 лет, пострадала от пожара. Реставрационные работы неоднократно начинались и прекращались. Москва уникальна. Каждая эпоха пыталась перечеркнуть в ней предыдущую. Этот город, перенесший столько потрясений, выставил став памятником бурной русской истории. У Москвы несносный характер. Ее не надо перестраивать. К ней нужно пристраиваться. В Москве есть дома 15-го и 16-го веков. 200 палат 17-го века. В Москве более тысячи княжеских и кравских домов. В Москве 434 храма старше 100 лет. 2700 памятников федерального значения. 3700 памятников регионального значения. 600 выявленных памятников. 1500 памятников, заявленных на охрану. Всего 8500 исторических зданий, которые еще можно сохранить. Джон Севастер- aitен и мобильник. Ц Mom Продолжение следует...